ВОЛЛД ФЕШНН НЮЗ Всем привет! В эфире ВОЛЛД ФЕШНН НЮЗ И с вами снова я, Ксения Базанина. Пока представители фэшн-индустрии продолжают поднимать вопросы о целесообразности недель моды и уменьшении количества показов, во вселенной Animal Crossing состоялось целое фэшн-шоу. Сейчас расскажу вам, что это вообще такое и почему мир моды помешался на этой игре. Японская игра Animal Crossing вышла в середине марта в разгар самоизоляции и сразу же завоевала сердца миллионов пользователей, что естественно. Отпуска у людей отменились, с друзьями по парку не погуляешь, а здесь можно и свадьбу отпраздновать, и дом построить, и на пляже позагорать, и на любимом ток-шоу побывать. Особенно игра стала популярна в модных кругах, ведь с помощью конструктора одежды можно примерить на себе копии последних коллекций любимых брендов. Но если вам это неинтересно, то можно создать собственные образы. По игре даже сделали специальный Инстаграм, в котором публикуются стильные образы из игры. Количество подписчиков на нем растет очень стремительно. На данный момент приближается к 50 тысячам. На днях создательница этого Инстаграм-аккаунта Кара Чанг и стилист Марк Геринг организовали там целый фэшн-показ. Все прошло как положено. Софиты, диджей, модели на подиуме в одежде от ведущих домов мод и довольные зрители в солнцезащитных очках. Помимо виртуальных проектов, бренды даже в таких непростых условиях продолжают радовать новыми рекламными компаниями и необычными коллаборациями. Мы собрали самые интересные из них. Новая рекламная компания Gucci посвящена человеку и природе. Вместе с моделями в кадре появились лани, белки, ежики, совы, утки и кролики. Настоящая сказка! Вот чего нам по-настоящему не хватает на самоизоляции. Бренд Александр Макуин пока не выпускает новые рекламные компании, зато устраивает онлайн-концерты классической музыки. Модный композитор Изабель Уоллер-Бридж, автор музыки для популярного сериала «Дрянь», специально написала для бренда произведение под названием «Суспендит и нейр». Дизайнер Симон Порт-Джак Мюс продолжает публиковать фотосессии в поддержку своей летней коллекции. На этот раз в роли модели предстала его бабушка. Рада отметить, что вся одежда смотрится не только эффектно, но и одинаково гармонично, как на девушках в 20 лет, так и на более зрелых красавицах. Александр Вэнг тоже стабильно пополняет свою инстаграм-ленту имиджевыми фото и видеоматериалами. Одни из последних – это рекламные ролики с участием российской гимнастки Анны Конюк. Видео одновременно заявляет о высоком качестве и эластичности одежды бренда, а также демонстрирует, как хорошая растяжка может помочь в решении повседневных задач. А Луи Виттон представили свою новую сумку. Название модель получила от По-Нёв – знаменитого моста, который расположен напротив штаб-квартиры Луи Виттон в Париже. Эта модель сумки представлена в пяти различных цветах и имеет крупную архивную эмблему Луи Виттон в роли основного акцента. Такой логотип модного дома впервые был представлен аж в 1930-х годах. Кстати, вместе с новой рекламной компанией Луи Виттон выпустил специальное видео, в котором поделился ключевыми секретами создания этой модели. Смотрите и наслаждайтесь! Смотрите и наслаждайтесь! Волк фэшн ньюс! В некоторых регионах постепенно снимают режим самоизоляции. Но большинство продолжают находиться дома. Как это делают звезды? Сходим к ним в гости в Инстаграм. Джаред Лето пообщался с тикток-блогерами из России в прямом эфире. Музыкант появился в оранжевой шапке-ушанке, попытался поговорить с ними по-русски и даже немного станцевал под песню Верки Сердючки. Николь Шерзингер часто делится с подписчиками своими танцами. То в Инстаграме, то в тиктоке. Равнодушных к ним практически нет. Но ее последнее видео особенно понравилось фанатам. В нем группа Пусика Доллс преображается из домашних луков в сценические образы. Мы по ним скучали. У Карди Би в Инстаграме все стабильно и без изменений. В аккаунте по-прежнему преобладают фотографии в нижнем белье. Недавно певица похвасталась своим новым красочным тату, а сейчас записала ироничное видео, прекрасно демонстрирующее, что сделала самоизоляция с фигурами многих красавиц. Если верить Инстаграму Шерон Стоун, то американская актриса большую часть самоизоляционного времени проводит на кухне или со своими домашними питомцами. В последнем видео она показала, как делает педикюр своему псу Джо. Как пошутила актриса, Джо сам попросил о педикюре и выбрал лак Шанель золотого цвета. Хороший выбор. Кстати, про него. Билли Айлиш выпустила мини-фильм, которым ответила на критику своего стиля. Видео получило название «Не моя ответственность». В нем певица медленно снимает с себя одежду и погружается в воду под размышления о культуре бодишейпинга и рассказах о том, как люди формируют впечатление о человеке, исходя только из его внешних качеств, и пытаются загнать всех в одни рамки. Это все. С вами была Ксения Базанина. Смотрите самые модные и актуальные новости недели на World Fashion Channel. World Fashion News